Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня у нас будет лекция по античной философии, при том мы захватим те ее эпохи, которые мы до сих пор не захватывали. Античная философия после Сократа и до Средних веков. Сначала я хотел сделать лекцию именно по эллинистической философии, а потом внезапно посмотрел, 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 полистал материалы, когда готовился и обнаружил, что практически все, за редким исключением философские школы эллинизма, но они возникают в 4 веке, до нашей эры, а после уже развиваются на протяжении значительного количества веков, ну вплоть до нашей эры. Да, исключением из всех этих учений является неоплутонизм, ну и неопифагоризм. Они возникают позже. Так вот, выделять отдельную лекцию для двух учений я бы не хотел. Поэтому, ну вот, я решил поступить вот таким образом. Тем более лекция, в принципе, общеобразовательная, ну, то есть она подойдет всем студентам, в том числе студентам нефилософам, ну, поэтому пришлось вот так вот скомпоновать весь материал. Кроме того, я постараюсь разобрать здесь еще и Аристотеля. Ладно, поехали. Продолжаем экскурс в историю философии. Следуя по порядку, мы разобрали досократический, а также, лучше сказать, дософистический период философии на примере вопроса о стихиях. А после коснулись и идеи софистов, и идеи софистов разобрали диалоги Платона и изучили скептическую школу античности. Для меня особый интерес представляет скептико-софистическая направленность, а потому о софистах и скептиках рассказывалось отдельно, в отдельных лекциях непосредственно. Ну, собственно, да. А почему я выделил период после Сократы и до Средних веков? Дело в том, что периодизация на классическую, эллинистическую, римскую и позднеантичную философию кажется мне крайне надуманной. А так как философы всех вышеперечисленных периодов занимаются, ну, одним и тем же плюс-минус, в общем-то, да, некоторые учения плюс-минус, некоторые концепции плюс-минус, некоторые какие-то популярные тенденции. Вот так вот получается у нас. В поздней античности, например, существуют и развиваются идеи Платона, Аристотеля, Эпикура, Перона, Стойков и так далее. В этих периодах нет радикального сущностного различия, как между натурфилософией до Сократиков и метафилософией софистов. Пусть в разнице между периодами разбираются уже историки и философии. Нам же сейчас интересно разобрать античную философию во всем ее многообразии в целом. Ну, ладно, здесь я сделаю небольшую, правда, пометку. Эпоха, в которой развивался неоплатонизм, ну, то есть с третьего века до нашей эры, ну, приблизительно в эту же эпоху начинает развиваться и христианская философия рядом с неоплатонизмом. Вот эта эпоха, она действительно, она может быть радикально все-таки отличается. Может быть, я действительно здесь в данной лекции несколько неправильно подошел к решению проблемы, но все равно не так сильно отличается, как, в общем-то, до Сократики, то есть до софисты, так скажем, от софистов отличаются. Вот здесь радикальное отличие присутствует. Также и софисты радикально отличаются от Сократа, Платона, Аристотеля, таких философских догматиков. Вот, да, радикально отличаются, действительно. И скептики, на мой взгляд, школа скептиков радикально отличается от всех прочих школ. Ну, об этом я уже рассказывал. Вот, вот они, пожалуй, перечислим все постсократовские школы. Вот они. Платонизм, Мегарская школа, Кинизм, Киренайки, Элидоэритрийская школа, Периплатетизм, Скептицизм, Эпикуризм, Стоицизм, Неопифагоризм и Неоплатонизм. Как мы видим, огромное разнообразие позиций. Античная философия в некотором роде расцвела, но в другом, конечно же, потеряла в разнообразии. Дело в том, что большая часть вышеперечисленных концепций, в общем-то, были сконцентрированы на этической проблематике. Если вам кажется, что философия – это не о практике, не о жизни, то вы, вероятно, пропустили вот этот вот период философии на протяжении просто вот нескольких веков. Сейчас посчитаем. 4, 5, 7. Больше 7 веков. Больше 7 веков философия занималась вот просто практикой. Просто исключительно практикой. Этика, как известно, это практическая философия, это руководство жизни, как нужно человеку жить и почему человек должен жить таким вот образом. Вот вам почти все эти школы, все вот эти практические школы отвечают вам, как нужно жить. И не просто отвечают, практикуют те или иные образы и подходы к жизни. Да, философия непрактична, многие до сих пор считают. Это такой сформировавшийся стереотип, который, ну, поддерживается, наверное, последними веками развития философии. Ну, вот эта вот, вот эта вот ее, в общем-то, эпоха, вот эта вот эпоха философии опровергает данное утверждение более чем полностью. Так вот. Собственно, значительную часть из вышеперечисленных школ – это своеобразная группа людей, практикующие тот или иной образ жизни, ту или иную этическую парадигму. Здесь все понятно. А теперь будем идти по школам непосредственно. Платонизм мы разбирали, и разбирали довольно-таки хорошо на примере текстов Платона, поэтому здесь мы буквально остановимся на каких-то просто основных моментах и не будем разбирать подробно. Периодизация. Четвертый век. Везде, везде, везде будет четвертый век, заметьте. Практически везде будет четвертый век до нашей эры. В общем-то, да, развитие платонизма пришлось на четвертый век до нашей эры. И развивался платонизм в рамках античной традиции до пятого, в общем, до пятьсот, до двадцать девятого года, когда Академия в Афинах была закрыта. Все, ну, впрочем, впрочем, да. А в античности так и закончилось развитие платонизма. Но все несколько сложнее. Поскольку платонизм распространился очень далеко, но это совсем уже другая история. В общем-то, платонизм не погиб. Платонизм перекинулся и в христианство одновременно, а также он перекинулся в исламскую философию. В общем-то, платонизм не был полностью уничтожен. Этапы развития. Кстати, интересно, что этапов развития, несколько вот систем деления этапов развития. Ну, например, Академии. Ранняя Академия, Средняя Академия, Поздняя Академия. Ну, или есть более сложное деление. Первая Академия, Вторая Академия, Третья Академия, Четвертая Академия, Пятая Академия и Академия Нового Времени. Но это уже не относится к Греции никак. Ну да, это уже академизм, выходящий за пределы, в общем-то, вопрос, который мы сейчас разбираем. Выдающиеся представители. Самым выдающимся представителем Первой Академии, а также основателем школы платонизма был, несомненно, сам Платон. У него были ученики. Например, Спевсип, Ксенократ, Полимон, Кротет, Сократит. Все вот эти вот люди, ну, они не являются непосредственно учениками Платона, поскольку вот это все, это схаларки. Это вот череда схаларков Академии непосредственно. Величайшие, известнейшие люди, которые, в общем-то, возглавляли Академию в тот или иной период. А, да. В общем, это Первая Академия. Первая Академия непосредственно занималась платонизмом, который преподавал им Аристотель. Но потом произошли перемены. Вторая Академия Аркиселай, основатель Второй Академии Лакит, Эвандер и Гигесин. А вот эти ребята уже занимаются своеобразным таким скептицизмом. Скептицизмом, который опирается на позицию, в общем-то, возможности. Ну, то есть, да, мы предполагаем, истину можно предположить только с точки зрения некой вероятности. Ну, вероятно, вот это утверждение истины. А вот это, вероятно, не истина. Но мы не будем, как бы, делать окончательные осуждения, потому что мы, как бы, скептики. Вот такая вот приблизительная концепция. Очень кратко и упрощенность здесь я ее опишу. Ну, просто, чтобы вы представляли, что это за Вторая Академия. Третья Академия во главе с Корниадом и ее основателем, а также Клитомах, Филон тоже в эту Академию уходили. Вот, вот, запомните, запомните имена основателей. И самое главное имена основателей. Платон, Аркиселай, Корниад. Очень известные и очень важные философы. Ну, так вот. Академия Третья Корниадовская, она, в общем-то, продолжила. Продолжила наработки Второй Академии, тоже в том же самом скептицизме именно вот такого же рода. Не абсолютном скептицизме, а в таком умеренном скептицизме, опирающемся на теорию вероятностей. Тоже не связанной с математикой в данном случае. Ну, а Четвертая Академия возвращается к такому ортодоксальному пониманию платонизма. Это Антиох, Апулей, Гален, Нумений, Плутарх, Филон, Александрейский. Кстати, Гален. А вот этот персонаж, очень известный врачеватель, врач, да. Кстати, если я не ошибаюсь, известный всем геометр, так, Евклид, да, известный всем геометр Евклид, также принадлежал к платоновской школе. Так вот, вот у нас платонизм. Колоссальное количество величайших просто персонажей. Ну, в общем, да. Это непосредственно исследователи, люди, которые что-то исследовали, развивали. Прежде всего, конечно, математику развивали. Невозможно представить себе математику без вот этих вот прекрасных людей. Не зря же, в общем-то, на входе в Академию Платона было написано «Не геометр, да не войдет». И, конечно же, это логично привело к тому, что среди платоников появился один из самых величайших геометров за всю историю нашей планеты – Евклид. Да, многие все равно еще считают, что философия бесполезна. Но, да, Евклид как бы появился внутри платонизма, и это было связано с его, в общем-то, убеждениями, и его занятия геометрией. Какова же была метафизика у платонизма? Мы это все тоже разбирали. Ну, давайте еще раз, немного еще раз. Прежде всего, это теория демиурга, идей и материи. Вот эти вот три теории. Вот на этом основывается метафизика. Очень просто. Уже все разбирали. Это вот просто демиург, то есть бог, идеи, ну, то есть идеалы определенные, идеалы вещей. Вот у этой ручки есть абсолютный идеал. Эта ручка материальная, она так себе плохая ручка, никакая. Но я пишу, и она заканчивается. Что это такое? Есть идеальная ручка, она никогда не заканчивается, ей, правда, писать тоже нельзя. Но она идеальная, ведь. Но она все равно где-то существует. И в ней идеи блага заложено, да, ну и материи. И благо, тоже у Платона, в принципе, онтологично. Таких воззрений придерживались ученики первой академии. Вторая и третья академии перелировали к сомнению. Ну, поэтому решением метафизических вопросов они не занимались. Все это, ну, даже если и занимались, то преимущественно, ну, считали, вот есть определенные вероятности. Вероятно это правда, а вероятно неправда. Ну, вот так вот. А последующие академические системы вернулись к радикальному платонизму, который постепенно начал перетекать в околорелигиозный мистицизм, что вылилось в возникновение неоплатонизма, речь о котором пойдет позже. А, ну, физику Платона мы тоже изучали. Для ранних платоников это учение о прямоугольных треугольниках, именно правильные прямоугольные треугольники, которые составляют пять первичных стереометрических фигур, которые в итоге были названы платоновскими телами, и в итоге заменились стихии. Напомню, эти фигуры, тетраэдры, косаэдры, кубоктаэдр, дедекаэдр. Пять первичных стереометрических фигур, вот они вам, из них состоит весь мир по Платону. Ну, все просто. Вторая и третья академии, в этом, конечно, сомневались, да. Логика. Основной логический метод платоников это диалектика. Ну, то есть тот самый метод Сократа, который вырос, в общем-то, из маектики. Маектика, диалектика, искусство диалога, искусство беседы, способ поиска истины, с помощью которого, в общем-то, двое собеседников могут прийти к чему-то, в общем-то, общему. Да. Этика. Этика платонизма мы также разбирали на одной из предыдущих лекций. В целом, этические воззрения платоников неоднозначны, так как основываются не на точных философских текстах, а на художественных диалогах Платона. Этика оказывается делом договорным. Из всех добродетелей платонизма я бы выделил, наверное, все-таки разумность. Разумность, ну, и стремление к благу, конечно. Да, и справедливость. Справедливость, справедливость, конечно, тоже стоит упомянуть. Концепция такой онтологической справедливости, основанная на таком же самом невидимом, незримом разуме, в котором сомневаются уже другие философы. Ну, вот так вот, интересно. Но все равно истина, истина по поводу этики тоже находится в спорах. А, то есть, с платонизмом все действительно довольно-таки сложно, потому что у нас нет непосредственно учения Платона. Нет, его просто нет. Его пытаются вывести, но его просто не существует. Может быть, когда-то существовало, но не существует сейчас. Так вот, платонизм имел довольно неоднозначную историю. Его идеи в итоге сформировались, трансформировались в христианские. Не зря христианские мыслители называли платоников добродетельными философами, которые жили по-христиански еще до рождения Христа. И, кстати, потому, да, все платоники, многие другие философы, которые жили хорошей жизнью, такой вот похожей на христианскую, они все в аду, но в аду там где-то на первом круге ада, просто потому что, ну, они не были плохими людьми, они просто не крещеные и не верили вот в христианского бога. Вот так вот. Поэтому они в аду, но не так уж и мучаются. А, вот, платоновская школа претерпела множество изменений, но в итоге все равно была одной из самых развитых школ древнего мира. А влияние Платона на философию и ее историю колоссально. Ну, очевидно. А теперь что-то более, более такое интересное в том плане, что Мегарская школа очень редко разбирается на философских занятиях, но может быть только непосредственно на философских факультетах, где история философии проходится очень серьезно. А на занятиях по философии в обычных вузах Мегарскую школу обходят стороной. Непонятно почему, но давайте посмотрим. Периодизация. Четвертый век до нашей эры. Классика. Везде будет. А, вот. Представители выдающиеся. Евклид Мегарский. Основатель. Евбулит, Деодор, Крон, Стильпон, Клинамах, Пилон, Диалектик. Кстати, Евклид не тот самый, который платоник, и который, в общем-то, геометр великий. Нет, это другой великий Евклид. Так вот. Метафизика в Мегарской школе слита с этикой. Евклид предполагал, что добро есть единое, вечно в себе равное бытие. И только людьми, называемые различными именами. Также представители данной школы вслед за элейцами считали, что движение, а иногда даже существование, невозможно. Деодор, тот самый Деодор Крон, утверждал, невозможное не может вытекать из возможного. Состоявшееся событие не может быть ни тем, чем является. Но если в какой-то момент событие могло быть возможным, то из этой возможности могла вытекать и невозможность. Таким образом, исходное событие было невозможным. Ну, вот так. Очень типичное греческое доказательство, честно говоря. А я уверен, многие ничего не поняли, но для греков это нормально. Логика. Представители данной школы сформулировали ряд опорий и софизмов. Например, Евбулит известен парадоксами лжеца, куча, рогатый и так далее. А также мегарцы не гнушались использовать логику и диалектику. Да. Если говорить о мегарской школе, то следует заметить, что ее основные представители смешивали идеи многочисленных философских учений своего времени, начиная от полутонизма и заканчивая стоицизмом. Особенно это видно по логике мегарцев, в которой присутствуют элементы софистики, диалектики и даже формальной логики Аристотеля. Обычно в курсах по философии и даже некоторых учебников в этой школе совсем не пишут. Вероятно, это потому, что, да, особых достижений у нее своих не было. Это очень интересный пример античной эклектики. Кинизм. Кинизм – особая школа, периодизация, опять же, 4 век до нашей эры существовала. Эта школа довольно-таки долго. Да, есть римские кинеки в том числе. Ну, поэтому кинизм просуществовал практически... Ну, большую часть античности он просуществовал, так скажем. Нет, не большую часть античности, все-таки. Но значительную часть античности он просуществовал. Выдающиеся представители. Антисфен – основатель. Бион, Диоген Синопский, запомните. Антисфен и Диоген Синопский – просто самые фундаментальные персонажи в кинизме, очень важные. Причем Диоген более популярен, чем Антисфен. При том, что Антисфен – основатель. Ну, иногда в философии такое случается. Гепархия, Киркит, Кратет, Минедем, Минип, Метрокалманим. Вот такие известные и великие кинеки. Метафизика и физика. Кинеки мало интересовались проблемами такого рода, так как изучали в основном человека и проповедовали определенный образ жизни. Абстрактные метафизические и физические теории в данной школе считались пустым занятием. Ну, это понятно. Почему? Ну, то есть, в основном они жить пытались жить, а не мудрствовать, так скажем, о физике, о метафизике. Логика. Антисфен, основатель кинизма, считается первым номиналистом. Он полагал, что общие понятия и идеи существуют только в сознании человека, а потому предметы невозможно свести к общим понятиям и определениям. Имеется возможность сравнивать единичные предметы, но не создавать при этом классы и виды. Таким образом, Антисфен заранее сформулировал положения, которые, очевидно, противоречили аристотелевской логике, о которой речь пойдет несколько позже. Ну, тоже все относительно понятно с этим краснодажем. Очень-очень-очень интересно с точки зрения логики, особенно в Древней Греции, особенно до Аристотеля. Особенно до Аристотеля и уже как будто бы его опровергнув. Ну, интересно. Номиналист действительно опровергает аристотелевскую логику. С этим ничего не поделать. Этика. Основная сфера деятельности кинников – это, безусловно, этика. Важно стремиться к благу. Но что такое благо? В принципе, все школы ленистического периода стремились вслед за Сократом к благу. Но и у кинников было специфическое понимание этого слова. Благом определенно является быть простым и естественным. Например, Диоген пил не из чаши, а сначала из корочки хлеба. А потом, когда увидел, что мальчик пьет из ладони воду, он тоже решил, что нужно пить из ладони, а не вот это из чаши, из чаши из корочки хлеба. Потому что это ужасно. Это неестественно. Это неестественно. Потому что Диоген тогда закричал. Этот мальчик превзошел меня в мудрости. Как же? Мальчик какой-то превзошел Диогена в простоте. Вот. Также Диоген очень просто одевался. И даже порой мастурбировал на площади. Ну, почему бы и нет. Чем проще человек, тем лучше его жизнь. Чем меньше человеку надо для счастья, тем он счастливее. В этом суть философии кинизма. Конечно. Так вот. Нельзя себе, конечно же, отказывать. О естественных потребностях. Пища, сон, тепло. От богатой жизни в шикарном доме... Ну, от всего этого нельзя отказываться. От богатой жизни в шикарном доме. И от дорогих деликатесов. От всего этого можно отказаться. Киники презирали условности. Одна известная парочка киников, каратет и гепархия, нередко занимались любовью на улице. При люлях. Ну, конечно, это, возможно, слухи. Но это не противоречит духу кинической философии. Вообще никак не противоречит. Поэтому вполне допустимо. У них довольно интересная этика, основанная на убеждении в свободе. Кстати, очень редко греки были убеждены в свободе. Вот это вот ананки, которая, в общем-то, вот эта вот судьба их, мойры, вот это вот все в греческой философии очень-очень часто встречается. Ну, дело в том, что, да, детерминизм все-таки в греческой философии обычно преобладает. Ну, так вот получилось. А вот в кинизме нет. Кинизме нет. Киники не считали, что они также принадлежат государству, не исповедовали религиозные догмы и отрицали большинство цивилизованных институтов. Ну, например, институт брака. А самым известным киником является Диоген Синовский, ученик антисфена. Он не написал ни строчки, но история сохранила его многочисленные выходки и изречения. Когда Платон изрек, что человек это двуногая без перьев, то Диоген ощипал петуха. Петуха ощипал, да, и назвал его платоновским человеком. А ведь действительно, у петуха две ноги, и если его ощипать, у него нет перьев. Ну, Диоген оказался в некотором роде прав. Но Платону, наверное, такая вот выходка не понравилась, поэтому он добавил к своему определению с плоскими ногтями. Да, потому что у петуха когти, а у человека плоские такие ногти, да. Когда Александр Македонский пришел в Атику, тот захотел познакомиться с прославленным философом Диогеном. В итоге, после непродолжительного разговора, Александр, ну, видимо, осознав, что перед ним мудрейший человек, в общем-то, в городе, сказал ему, проси у меня чего хочешь, а Диоген ответил, отойди, ты заслоняешь мне солнце. Александр отошел, Диоген продолжил греться. Говорят, что Александр после этого разговора заметил, если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном. В общем-то, очень тоже показательное такое выступление от Диогена. Диоген мог получить все, что он захочет, вообще все, что он захочет. Александр мог ему даровать невероятные богатства, но Диоген отказался, потому что это не соответствовало его философии. Не тому его учил Антисвен, в общем-то. Очень последовательный в данном случае человек. Это заслуживает уважения, безусловно. Также Софисту, который силогизмом доказал ему, что Диоген имеет рога, этот мыслитель ответил, пощупав свой рот, что-то я их никак не дойду, лоб, на лбу у него не было рогов. А есть такой Софизм про рога, мы уже упоминали о нем в Мегарской школе, то есть это все связано с английской философией. Таким же образом, когда кто-то утверждал, что движения не существует, Диоген вставал и начинал ходить. Опровержение все-таки. И, кстати, вот этот момент с хождением, после того, как озвучивается мнение о том, что движения нет, оно в культуре нередко появляется. Если не ошибаюсь, у Пушкина даже стихотворение на этот счет есть. Ну вот теперь вы знаете, откуда все происходит. А также у рассуждавшего о небесных явлениях Диоген спросил, а как давно ты спустился с неба? Ну то есть, опять же, вот этот антифизический настрой, антиметафизический, он очень характерен для кинеков. Он, по-моему, одна из интереснейших школ, чисто этическая, у них очень интересная этика. Очень советую вам ознакомиться. Киринаики. Следующая школа, Киринаики, названная по городу Кирены. В общем-то, как и многие другие школы, но в данном случае привязка к городу. Периодизация, 4 век для нашей эры. Как удивительно. Почему? Почему? Что в 4 веке случилось? Умер Сократ. Так вот, выдающиеся представители. Арестип, основатель школы. Аретта, дочь Арестипа. Арестип-младший, сын Арестип. В общем, видите, да, какой семейный у них бизнес был. Феодор Гегесси, а не Кирид Эргемер. Вот философы, все принадлежащие к этой школе. Известные, все известные философы, принадлежащие к этой школе. Да, и очень мне интересно. Арестип, Аретта и Арестип-младший. Все здесь, все собрались, вся семья, в общем-то, основала школу. А метафизика и физика, какая была у Киринаеков. Познание бессмысленно, не несет удовольствия и, вероятно, невозможно. А теории разума бесполезны и, скорее всего, ложны. Впрочем, если ложные теории ведут к какому-то практическому развитию и в итоге к удовольствию, то их использование является, ну, оправданным, в принципе. Да, это можно посчитать протонаучным мировоззрением, либо утилитаризмом и прагматизмом. В философии Арестипа, в принципе, это уже содержится. То есть, утилитаристы, прагматики американские и, собственно, современные ученые, прогрессивисты ничего нового в этом смысле нам не предложили. Впрочем, следует заметить, что в отличие от ученых, в отличие от утилитаристов и прагматистов, Арестипа и его ученики вообще не развивали никакие метафизические и физические позиции. Ну, вот так вот. Впрочем, да, если бы это было полезно, если бы это было приятно, если бы это приносило удовольствие, то почему бы и нет? Логика. Есть лишь наши ощущения. Сенсуализм, определенно сенсуализм. А все остальное домыслы, почему бы и нет? Такой ранний сенсуализм в Греции, это нормально. Этика. Основа, как обычное, стремление к благу. Но что такое благо для киренайков? А это наслаждение. А притон, ну, скорее преимущественно телесное, но не только. Телесное наслаждение достигается благодаря, ну, допустим, чревоугодию, допустим, сладострастью, ну и, конечно же, богатству. А такое отношение к жизни сегодня называется гедонизмом и презирается. Впрочем, этим не ограничивается теория киренайков. Дело в том, что они не отрицают внетелесных наслаждений. Аникерит, например, считал наслаждениями дружбу, благодарность, почтение к родителям и служение отечеству. Я полагаю, вот это вот мировоззрение Аникерита в итоге перешло к другому известному гедонисту, который не относится к школе киренайков, но мы разберем это чуть позже. А суть в том, что надо любой ценой наслаждаться жизнью, получать удовольствие в настоящем. Кстати, очень популярная сейчас концепция, но киренайки, в отличие от тех людей, которые придерживаются этой концепции, сейчас доказывали ее. Что, кстати, да, что тоже заслуживает внимания. А не стоит думать, что это так просто, как звучит на первый взгляд. Для того, чтобы реально получать удовольствие от каждого момента, нужно многое уметь, и главное, нужно уметь грамотно обустроить свою жизнь. Чем, кстати, Аристип и занимался. Он не прислуживал тиранам и чувствовал себя нормально, он был богат. И, кстати, судя по различным анекдотам, говорил очень-очень-очень наглые вещи своим покровителям. И это все равно крайне интересно. А, но что же делать? Что же делать, если мы желаем удовольствий, а в нашей жизни преобладают страдания, преодолеть которые не представляются возможным? Один из киренайков, Гегесий, отвечал, что нужно убить себя. Он даже разработал метод, согласно которому можно наиболее безболезненно лишиться жизни с помощью голодания. Ну, то есть, постепенно голодаешь, каждый раз немножко меньше ешь, чем обычно, потом ты не ешь ничего и постепенно уходишь из жизни. Кстати, не рекомендую повторять это дома, не рекомендую, да. Но вот чем увлекались наши предки, великие русы. Как вы можете увидеть, школа киренайков тоже не была однозначной. У нее имелось несколько ответвлений, а также в ней разрабатывалась сложная теория наслаждения и ощущения, связанного с этим наслаждением. Некоторые же киренайки, например, Гегесия, абсолютизировали принцип наслаждения, что и привело его к радикальным выводам о необходимости самоубийства. Ну, в случае, если мы страдаем, конечно. Элида-эритрийская школа. А в чем фишка? Почему такое название двойное? Потому что сначала школа возникла в Элиде, основатель ее был Фюдон, а Минадем продолжил это, тоже стал главой этой школы и перенес ее в Эритрию. Поэтому Элида-эритрийская школа. Кстати, четвертый век до нашей эры возникновения, да, классика, но на этот раз мы знаем, когда она точно исчезла. Третий век до нашей эры. А потому что умер Минадем и все, как бы, бывает. Метафизика и физика никаких данных не сохранилось, но, скорее всего, как-то связано с полтонизмом все это. Либо с учением Сократа, потому что Федон упоминается в диалогах Платона сократовских. Мы их считали, мы их помним. Вот. И Федон был свидетелем о многочисленных, в общем-то, споров Сократа. Возможно, возможно, скорее всего, есть какие-то метафизические, физические черты либо Сократа, либо Платонового учения. Логика. Отрицали ценность негативных суждений, так как истина может быть выражена только позитивными. А, судя по всему, увлекались логическими исследованиями в духе Мегариков. То есть, софистическими. Софистическими исследованиями в духе Мегариков. Вот как-то так лучше выразиться. Ну, этика, классика, скорее всего. Да, в добродетели, благо, все доброе в разуме. Ну, очень полтонично. В общем-то. Сейчас сложно будет. Перепатетизм. Приготовьтесь. Потому что это самая большая, самая массивная именно с точки зрения учения. Именно само учение самое сложное из греческих. Одно из самых сложных, по крайней мере. И с ним мы сейчас попробуем ознакомиться. А, периодизация. 335 год до нашей эры. Основание Ликея. Относительно того, существует ли перепатетизм, до сих пор сказать трудно. Но, скорее всего, какие-нибудь преподаватели философских факультетов относят себя к перепатетикам. Я бы не удивился, честно говоря. Выдающиеся представители. Самый выдающийся представитель. Стагирит. Стагирит известный, потому что из города Стагира. Аристотель. Аристотель основатель перепатетизма. Величайший философ. Теофраст. Его ученик. Один из ближайших. И его преемник. А потом Эфдем. Аристоксен. Дихиарк. Стратон. Афиней. И многие, многие, многие другие. Чьи имена не имеют особого смысла. Вы можете их на данный момент прочитать. Но мы про них рассказывать сегодня не будем. Мы не будем знакомиться с ними. Пометка. Пометка. Мы будем разбирать непосредственно учения Аристотеля. Так как его тексты в значительном объеме дошли до наших дней. Впрочем, это не значит, что его ученики были во всем с ним согласны. Например, Стратон, ориентированный больше на натурфилософию, указывал на то, что стихи 4, а не 5, как говорил Аристотель. Но все это не так важно и радикально. Перепатетизм не знал таких резвых поворотов, как полутонизм. То есть, да. Не было перехода от первой академии ко второй, и потом уже к четвертой, когда все несколько раз резко поменялось. Нет, такого не было. Именно поэтому мы можем рассматривать перепатетизм, акцентируя внимание преимущественно на учении Аристотеля. Кстати, здесь будет несколько больше пунктов, чем обычно. Ну, потому что Аристотель все-таки, он высказывался о большем количестве предметов, чем все философы, наверное, за всю историю человечества. Аристотель обо всем успел нам рассказать, и поэтому придется захватить многие области. Философия. Аристотель считал, что философия – это наука об истине, а цель любого знания – это истина. Ну, то есть, философия – это наука всех наук, самая главная наука, самая первая и самая важная. И важнее философии нет ни одной из науки, потому что, ну, мы хотим что-то узнать. Наша цель – знание. Мы набираем эмпирический материал. Эмпирического материала очень много, просто невероятно много. Мы пытаемся собрать эмпирический материал в какие-то теории, но теорий в итоге становится тоже очень много. И все дисциплины, многочисленные дисциплины – физика, химия, биология и так далее, кстати, многие из этих дисциплин, в том числе, уже были введены в дискурс с Аристотелем. Как бы биология, да, биология у Аристотеля есть, это очень интересно. Антропология у Аристотеля есть, это тоже очень интересно. Ну, пока не суть. Потом познакомитесь, почитайте, я думаю. Но вот. Но в итоге, как все это объединить? Ведь истина – это же не просто знание каких-то частных теорий, не наши теоретические представления о чем-то там. Нет. Истина – это целостное знание. Целостное знание того, как все устроено в этом мире. И такое знание может дать только одна, единственная наука по Аристотелю. И это философия. Вот. Ну, мудрость – это наука о началах, конечно. Изначал, потому что изначал мы можем вывести все остальное логически. И не только логически. В общем, если мы знаем начало, если мы знаем бытие, так скажем, если мы знаем все, все даже абстрактно, если мы можем вывести большую какую-нибудь абстрактную фразу, которая является истиной, из нее мы можем вывести множество маленьких фраз, которые тоже будут являться истинными. Так работает дедукция, например. Из большого выводим мы маленькое, и все хорошо. А индукция работает не так, и, к сожалению, она не дает стопроцентных выводов, но об этом мы сегодня тоже разговаривать не будем. Метафизика. Собственно, у Аристотеля есть текст, который называется «Метафизика». Правда, это название данному собранию сочинений дал не сам автор, а Адроник Радосский, который и собрал все тексты Аристотеля воедино. В «Метафизике» мы встречаем учение о четырех причинах, которые можно считать основным у Аристотеля. Причины таковы. Форма, материя, действующая причина и цель. А цель, ну, собственно, это и есть конечная причина, для чего все существует. Что же такое форма? Форма – это, собственно, метафизическое отражение того, что мы называем формой. Недостаточно хорошо объяснил. Ручка. Ручка, ручка, ручка. Ручка состоит из какой-то материи, но при этом имеет какую-то форму. Форма у нее определенная есть. У моей руки есть форма. Не знаю, что бы вам еще привезти. Что у меня здесь еще перед глазами? Что не стыдно показать, в общем-то? Ручка все-таки, ручка, но остановимся на ручке. У ручки есть определенная форма. Так скажем, определенные ее очертания. Так вот, оказывается, что по Аристотелю вот эти вот очертания – это не свойства материи. Это не то, что материя вот так складывается. Это отдельное такое форменное бытие. Какая-то некая определенная сущность. Вот эта сама форма, она существует метафизически. Она находится над физикой. Потому что физика – это уже разбор материи, как бы, и движение этой материи. А форма – вот она. Вот она сама по себе. Мы убираем материю из всего этого. Форма, кстати, тоже исчезает в таком случае. Но сложное учение Аристотеля. Ну да ладно. В общем-то, с формой все понятно. Форма в некотором роде даже своеобразная такая идея Платона, только более привязанная к каким-то физическим вещам. Интересно. Эта форма предмета воспринята и антологически и взята как одно из основных его свойств. Ну, понятно. Материя – это стихии и все, что из них складывается. О стихии поговорим, кстати, чуть позже в физике. Причина движения. А что ж такое причина движения? Да вы не угадаете никогда. Это перводвигатель, конечно же. Перводвигатель. А перводвигатель – есть Бог, от которого с помощью причинно-следственных связей в движение приходит весь мир. Бог неподвижен, бесконечен и разумен. Без него движение невозможно. Здесь тоже все довольно-таки просто. Кстати, средневековое доказательство существования Бога к движению вероятно восходит к данной причине Аристотеля. Ну, то есть, Бог – это перводвигатель. Откуда-то движение мира все-таки пошло. Движение мира не может уходить в дурную бесконечность. Следовательно, есть источник. Источник движения. Есть некая точка, есть некое создание существа. Неважно, что-то. Есть что-то, что начинает движение всего мира. В данном случае это неподвижный Бог, который бесконечен и разумен. Без него движение невозможно. А так, следующая причина, последняя. Целевая причина. А что такое целевая причина? Для чего существует мир? А ответ просто – это благо. Кстати, практически все, что с этикой связано Аристотелю, ответ на этот вопрос – благо. Все стремится к благу, все важно для блага. В мире все существует только ради блага. Ну, и Бог, по Аристотелю, конечно, тоже стремится к благу и стремляет и весь мир к этому самому благу. Также Аристотель разбирает такие понятия, как акт и потенция, а также возможность и действительность. Ну, или акт, акт-акт, или действительность – это то, что произошло уже. Ну, вот я двинул рукой. Я двинул рукой. Вы не видите, да? Нет, видите, вот я двинул рукой. Акт. Акт произошел. Он актуален абсолютно. А есть потенция или возможность? Я бы мог двинуть рукой в данный момент, но я не двигаю. Я могу, но не двигаю. У меня есть возможность двинуть рукой, но я не двигаю. У меня рука хочет подняться, но я все равно не двигаю, потому что я не реализую эту возможность. Это то, что могло бы произойти, то есть способность чего-то стать действительным. Вот у меня есть способность поднять руку, она вот хочет подняться, но нет, нет, я говорю, нет, я не буду ее поднимать, пусть вот эта вот возможность не станет актом, как бы, почему бы и не остаться все-таки возможности. Также Аристотель разработал систему категорий. Категории для философии в целом очень важная вещь. Что же такое категории? Категории это наиболее общие и фундаментальные понятия философии, выражающие существенные и всеобщие свойства отношений явлений, действительности и познания. Кант в критике чистого разума создает свою систему из категорий, с ними мы, я думаю, познакомимся несколько позже. Так вот, по Аристотелю существует семь категорий. Сущность, качество, место, действия, страдания, отношения и количество. И переводов, кстати, этих категорий несколько, поэтому вы можете встретиться с нескольким другим списком, ну, это тоже все не особо важно. Просто знайте, что Аристотель изобрел систему категорий, в них разбираться мы тоже сегодня не будем, на это надо отдельные лекции отводить просто. Физика По Аристотелю стихий 5 Огонь, вода, земля, воздух во внутренней сфере и эфир в сфере небесной. Эфир это легчайшая материя, которая по многим параметрам сравнима с светом. У огня, воды, земли и воздуха есть определенные двигательные стереотипы. Например, огонь всегда стремится вверх, а земля вниз. Для Аристотеля данный аспект очень важен. Я бы даже сказал, что его теория стихий, она динамичная. Вот Аристотель разработал динамичную теорию стихий. До этого, до этого философии, стихии, ну, я не думаю, что был свойственен сотенен такой динамизм. Ну, то есть, давайте посмотрим, что у нас было до этого в истории философии. А у нас была теория, согласно которой любовь и ненависть движут стихиями, атомами стихии непосредственно. То есть, движение, вероятно, стихиям самим по себе не свойственно. Да. А здесь у Аристотеля свойственно, но при этом есть еще и первый двигатель. Именно поэтому Аристотель, кстати, характеризует физику как науку о движении. Ну, потому что у него очень много физики связано с движением, и он придает большое значение тому, что у стихии есть определенные двигательные стереотипы. Логика. Логика, наверное, одно из самых величайших достижений Аристотеля. Аристотель считается создателем логики. Он впервые собрал все логические наработки грека в данной сфере. Разработал индукцию, дедукцию, модели правильных и неправильных рассуждений. Разработал все логизмы. А также критиковал софистов за то, что те не следовали его логическим открытиям. Логику он определял как науку о правильном мышлении. И думал, что с ее помощью можно открыть истину. Современные логические построения восходят к открытиям Аристотеля. Ничего радикально нового в европейской логике придумано все-таки не было. Ну, логики, конечно, с этим не согласятся, скорее всего. Они скажут, смотрите, у нас тут теория игр какая. Смотрите, у нас тут много всего. Смотрите, у нас есть неформальная логика. Но все это, в принципе, связано с логикой Аристотеля. Вот так вот получается, что это связано с логикой Аристотеля. Это все из одного источника идет. Вот если мы будем сравнивать логику Аристотеля с индийской логикой, вот там есть радикальные отличия. А если с китайскими способами рассуждения с помощью аналогий, потому что китайские мыслители мыслили с помощью аналогий, и спурили с помощью аналогий. А вот здесь, да, отличие будет просто вот радикально заметно. Ну, давайте немножко с логикой посидим здесь, разберемся. Аристотель сформировал три логических закона из четырех. Это закон тождества, закон противоречия и закон исключения третьего. Ну, разберемся с этим. А закон тождества, что же он означает? А он значит то, что понятие должно употребляться в одном и том же значении в ходе рассуждения и не может сменить свое значение без соответствующих указаний. Кстати, вот и не может сменить свое значение без соответствующих указаний, это я добавил, ну, в принципе, потому что так и есть. В принципе, во время спора мы все-таки можем сказать, что все, вот это слово сменило значение. Ну, например, в диалогах Платона спорят два человека о справедливости. Один дает одно определение справедливости, другой дает второе определение справедливости. И что же им теперь, не менять определение справедливости на протяжении всего разговора, даже если они поняли, что вот их определение справедливости не выдерживает никакой критики. Нет, 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 конечно, это не будет противоречить закону тождества, если они вместе договорятся. А давай-ка мы рассмотрим справедливость вот в таком ключе. Теперь справедливость это вот это, вот это, вот это. Другое определение дадут, и это не будет противоречить закону тождества, потому что оба человека знают, что правила были изменены, то есть, что определение было изменено, а все наблюдатели знают, что определение было изменено, ну и все хорошо. В принципе, противоречия закона тождества здесь уже не будет, но вот так вот. Закон противоречия, что же за закон противоречия такой? Разные части рассуждения не должны противоречить друг другу. Например, если существует А, то не может существовать Б. Да, допустим, А это Вишну, а Б это Шива. Существует, в общем, ну, сформулируем это так, чтобы было вообще понятно. Существует единый, единственный, бесконечный и абсолютный бог Вишну. Второе утверждение. Существует единый, единственный, бесконечный и абсолютный бог Шива. Противоречие в этих двух суждениях заключается в том, что они не могут быть одновременно оба единственными, бесконечными и абсолютными. Ну, то есть, вот противоречие в суждении, вот это самое очевидное противоречие, которое можно просто вам изобретать, чтобы вы поняли, что такое закон противоречия. В рамках одного рассуждения оба этих бога не могут, в общем-то, существовать. Либо один существует, либо другой, либо обоих нет. Все. И еще один закон исключения третьего. Если А или не А истина, то третьего не дано. Ну, получается, что утверждение может быть либо истинно, либо ложно. А третьего нам просто не дано. Два противоречия в суждении, одно из них, да, может быть либо истинно, либо ложно, да. А, правильный силогизм, кстати, выглядит так. Мы, кстати, должны разобрать канонический пример правильного силогизма, который приводил Аристотель в своих текстах. Ну, чтобы мы просто об этом знали. Это важный пример, очень важный для истории, философии, вообще для человечества. Ну, пример таков. Люди смертны. Сократ человек. Сократ смертен. Абсолютно логичное утверждение, с которым трудно поспорить в рамках правил этого самого утверждения. Это канонический абсолютно пример, который разбирает сам Аристотель. Что же, ну давайте тоже разберем его. Люди смертны. Это общая посылка. Самая обширная и самая большая. Ну, да, действительно, какой-то класс существ, которые мы называем люди. Смертны. Смерть тоже такое абстрактое, большое, пространное понятие. Смертно всё, в принципе. Люди, животные, деревья там, да, получается вот. Есть посылочка поменьше. Сократ человек. Это меньшая посылка. Тут у нас связка с большей посылкой через слово человек. Ну, человек и люди, в общем-то, люди большой класс. И Сократ относится к классу людей. Людей. В общем-то, получается, Сократ относится к классу людей. Меньшая посылка так звучит. Ну, получается, а Сократ это частный случай вот этих вот человеков, людей. То есть, и вывод, очевидно, следует из этих двух посылок. Раз уж все люди смертны, раз уж это абсолютное правило удаст, раз уж эта посылка верна, то есть истина, а Сократ, а Сократ, ну, как-то внезапно человек, то очевидно, очевидно, что Сократ смертен. Все. Вот правильный силогизм. Он выглядит именно так. Вы можете использовать его в спорах. Да, только вряд ли вам мало где он вам пригодится, потому что такой идеальный силогизм еще только выдумать надо. Вы не сможете его так просто везде применять. Так вот. Ну, все здесь понятно. Так выглядит правильный силогизм. Продолжаем. Антропология Аристотеля. Аристотель, между прочим, был одним из создателей так называемой антропологии. Он сам об этом, конечно, не знает. В его время слова антропологии не было, не было такой дисциплины. Но он разбирал душу. Да, душу. И вообще, что такое человек он разбирал? Так что же такое душа? Душа – это интеллектия тела. Интеллектия – это внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат. Душа есть первая интеллектия организма. В силу которой тело, располагающее лишь способностью жить, действительно живет, пока оно соединено с душой. Благодаря интеллектии мы чувствуем, размышляем и рассуждаем. Ну, в общем-то, такое интересное представление у бытия человека, его души и тела. Этика. Этика Аристотеля. Ох, существует значительное количество текстов Аристотеля, посвященных. Этике – большая этика, малая этика и никомаховая этика. Но мы их читать здесь все тоже разбирать не будем. Давайте кратко, просто вот по очень таким основным тезисам, которые отличают Аристотеля от многих других. Так вот. Добродетели у Аристотеля делятся на нравственные и разумные. Нравственные представляют собой середину между крайностями, то есть меру. Этика Аристотеля построена на мере. Да, это основная его характеристика этическая. К таким умеренным добродетелям относится краткость, мужество. А что с мужеством? Почему это мера? Что такого умеренного в мужестве? Мужество находится между трусостью и, в общем-то, неразумным. Вот эта вот агрессия, когда человек бросается на войну, там, не знаю, там, убивает, умирает внезапно, неразумно все это делает. Это мужество, это, так скажем, это разумное проявление такой вот безумной храбрости. То есть там нет этой безумной храбрости, как, собственно, это умеренное состояние, когда мы проявляем нечто, когда мы проявляем храбрость, но не в чрезмерном виде. Она нас не оглупляет. Также умеренность в еде, допустим, или в чем-нибудь еще. Щедрость. А щедрость там граничит с жадностью. Жадность, с одной стороны, крайность у щедрости, а с другой стороны у щедрости, это когда расточительность, Когда мы очень много денег тратим и не только ради блага каких-то людей, блага своих соседей, а просто так. Просто тратим большое количество людей. Денег, точнее, да. Это величавость благодетель у него, великодушие, честолюбие, ровность, правдивость, любезность, дружелюбие, справедливость, практическая мудрость и справедливое негодование. Но, в общем-то, суть заключается в том, что все эти категории разбираются в качестве промежуточных между двумя крайностями. Обе крайности при этом являются злыми, ну, негативными. То есть, они воспринимаются неэтичными. Вот такова этика Аристотеля в очень кратком изложении. Сам Аристотель – основатель большинства научных дисциплин. Первый логик, первый человек, чье мировоззрение можно назвать с некоторыми оговорками в современном смысле научным. А в любом случае Аристотель – это предшественник научного мировоззрения, в некотором роде один из главнейших основателей европейской культуры в целом. Представить себе европейскую философию, науку и культуру без Аристотеля в том виде, в каком они существуют сейчас, невозможно. Вот, с Аристотелем мы закончили. В общем-то, неплохо. Скептицизм. Опять же, появился в IV веке до н.э. и просуществовал где-то по II век нашей. Довольно-таки долго. Выдающиеся представители. Перрон – основатель Эниседем, ну он уже возродил по сути скептицизм, а Гриппа – секст-эмпирик. Метафизика. Нет у скептиков метафизики. Физика – тоже нет. Логика. Нет у скептиков логики, которую они исповедовали и которой бы они придерживались. И этики у скептиков тоже нет и быть не может. А, кстати, поэтому, именно по той причине, что вот в данную схему, которую мы сейчас используем, скептицизм вообще никак не вклинивается. Именно поэтому мы разобрали его отдельным видео. Ну, в общем, да, здесь то же самое написано. Теперь эпикуризм. Основатель – эпикур. Локация. Кстати, здесь подписал. Локация – сад эпикура. У Аристотеля был ликей, у Платона была академия, а у эпикура был сад. А у стойков была стоя, но об этом тоже позже. Периодизация. Четвертый век до нашей эры. Этапы развития. Эпикуризм и римский эпикуризм. Выдающиеся представители. Эпикур, Метродор, Калот, Аполлодор, Зенон из Сидона, Федор... Федор все-таки. Федор. Всегда хочется Федором назвать его. Филаден, Метродор, Стратоникийский. Метродор Стратоникийский. Диалген из Энуанды. Кацый. Ну, и Тит, Лукреций, Кар. Кар. Следует запомнить буквально два имени. Ну, все эти имена, они нужны буквально для того, чтобы убедились, что Зенона в Греции было колоссальное количество. Да, еще было Федоров много. Федоров, 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 вот этих вот. Которые не имеют никакого значения в философии, по сути, но вот они просто есть. Но основные персонажи это Эпикур, основатель школы и Тит, Лукреций, Кар. Федор. Автор поэмы о природе, в которой в стихах, в стихах прекрасных философских стихах выражаются концепции эпикуриизма. Да, там действительно атомизм представлен в стихотворении, и это прекрасно по-моему. Философская поэзия мне всегда очень сильно нравилась. Метафизика. Относительно эпикуризма сложно говорить про метафизику, но давайте попробуем. Там все-таки есть бессмертные и счастливые боги, которые живут в пространстве между мирами. Ну, то есть мета-космии. Напомню, что вслед за, в общем-то, Демокритом Эпикур считает, что миров много, да. А и при этом отрицает свою связь с Демокритом, и атомы как-то тут тоже появились, тоже отрицаем. Мы это отрицаем, мы никак не связаны с Демокритом, нет-нет-нет. Нет, много миров, да, боги там между мирами тоже, да-да, атомы. Но нет, мы не связаны с Демокритом, закроем на это глаза, пожалуйста. Так вот, ну, в общем-то, вот эти вот боги, абсолютно счастливые и бессмертные, совершенно не думают о наших мирах, вообще ни об одном из миров они не думают, и особенно о мире людей, им нет никакого дела до того, хорошо людям, плохо, грешат они или не грешат. Они просто существуют между мирами, мета-космиях, и все нормально. Душа состоит из легчайших, из наиболее округлых атомов, вообще все состоит из материи в данном случае. Все без исключения материально, а потому трудно говорить, что у пикурейцев была какая-то метафизика. Поэтому мы переходим к физике пикурейцев. Эпикур и его последователи опирались в своей физике на атомизм Демокрита, но отрицали при этом, что он Демокрит. Что их учение восходит к Демокриту, да. Эпикур сам все это открыл. Все сам, все абсолютно сам, это понятно, да. Ну, то есть мир состоял из неделимых малых частей. А в беспредельной вселенной, в пустом пространстве эти частицы соединяются и разъединяются друг с другом. Ну, это уже вторая атомическая модель, в общем-то. Второе учение с атомической моделью. Логика. Главный критерий истины по Эпикуру это ощущения. Разум упирается лишь на ощущения и формирует мнения. Мнения могут быть ошибочны, а ощущения не могут. Также в теории познания Эпикура имеется так называемое предвосхищение, или образный бросок мысли. Это памятание того, что являлось к нам извне через ощущения. Также Эпикур не отрицал интуицию. Впрочем, познание не есть сама цель. Оно нужно лишь для того, чтобы избавить человека от заблуждений, которые мешают быть счастливым. Философское счастье, Эпикуризм, да. И вот мы переходим к самому главному, потому что для эллинистических школ этика. Вот, этика абсолют. Так, начинаем. С одной стороны, этическое учение Эпикура, разбираем, да. С одной стороны, эпикурейцы, как и киринайки, считают, что цель жизни это наслаждение. Только вот, в отличие от последователей Аристипа, ученики Эпикуры верили в то, что для счастья не нужно многого. Не нужно быть богатым, не нужно быть знаменитым, не нужно прислуживать при дворе у какого-нибудь гадкого тирана. Нет, всего этого не нужно. Таким образом, получается, что эпикурейство деликатно совместило в себе этику киринайков и кинников. То есть, можно получать удовольствие, при этом ограничивая себя во многом. Цели у эпикурейцев во многом совпадают с киринайками, а вот методы отчасти с кинниками. Важнейший принцип эпикурейства – избегай страданий. Так и получилось, что эпикурейцы вынуждены совмещать в себе стремление к счастью и при этом уходить от страданий. Ввиду этого эпикур разделял естественные желания и неестественные, а также выделял среди естественных необходимые. Естественные необходимые желания должны выполняться, а вот от прочих желаний есть возможность воздержаться. Более того, эпикурейцы выделяли те желания, которые в итоге вели к страданиям. Такие желания определенно нужно избегать. Из прочих добродетелей эпикурейцы ценили, кстати, дружбу. Дружбу-дружба в садах эпикура была важна. А вот известный эпикурейский тетрафармакон. Тетрафармакон. Так, сейчас давайте-ка вспомним, кем он был написан. По-моему, здесь он не перечислен просто. Ну ладно, бывает. Целадем вроде. Но неважно. Тетрафармакон. Тетрафармакон тоже очень известная вещь. Тетрафармакон – лекарство. То есть фармакология, фарма, сейчас вот эти вот слова известны вам, наверное. Тетрафармакон. Четыре лекарства перед вами. А четыре этических лекарства. Четыре лекарства, которые помогут вам в жизни. Так вот, какие это лекарства? Не бойся богов. Не беспокойся о смерти. Благо легко достигнуть. Зло легко перенести. Вот четыре лекарства. В чем суть? Боги не наказывают людей. Они пребывают в блаженстве между мирами. Им хорошо. Они благие. И поэтому они людей не карают. Из этого следует, что богов не нужно бояться. Не беспокойся о смерти, потому что после смерти, по словам Эпикура, не будет никаких ощущений. А значит, не будет ни наслаждений, ни страданий. Смерти не стоит бояться, потому что тогда... Потому что когда мы есть, то нет никакой смерти. А когда смерть есть, то нас уже нет. Да, для эпикурейцев, кстати, вот эта фраза звучала убедительно. Но в ней есть все-таки некоторое зерно разума. Это действительно умно сказано. Это интересно. И действительно, когда мы есть, смерти нет. Когда нас нет, то есть уже смерть. И ну, как бы плевать на это. Кстати, а почему благо-то легко достигнуть? Потому что нужно удовлетворить лишь некоторые свои потребности. И ограничить свои желания по отношению к тому, что вредно и недостижимо. Ну, потому что действительно, многие наслаждения, многие наслаждения, они могут привести вас к страданию. Ну, вот, например, наслаждение. Вы хотите выпить, выпить коньячку хотите, да? Каждый день, каждый вечер садитесь и пьете коньяк регулярно. Вам хорошо некоторое время, потом завтра вам плохо. Ну, допустим, терпимо. Потом у вас отказывает печень, вы мучаетесь и сдыхаете в мучениях. Вот это вот не то наслаждение, которым вы должны были бы заниматься по эпикурейству. Вот так. Нехорошо вы поступаете, не по-эпикурейски. Так вот. И тем более, если не стремиться к многому и ограничиться достаточным, то можно прожить жизнь действительно полной удовольствием. И если предвидеть все возможные какие-то негативные последствия, например, негативные последствия курения или чего-нибудь еще подобного, употребление наркотиков, в данном случае, все отлично. Гедонизм эпикура, в котором его упрекают христиане, он не такой уж и гедонистичный, он довольно-таки аскетичный. В целом, нужно просто разумно осознать, что стремиться к очень большому нет смысла. К большому дому тратить свою жизнь, чтобы пахать, пахать, трудиться, и потом заработать этот дурацкий дом, который тебе к черту не нужен, ну, не стоит твоей пикуру, наверное. Потому что это не обязательно. Просто иди в сад эпикура, живи там и наслаждайся жизнью. Проживи жизнь полной удовольствием. Кстати, почему зло легко перенести? Ну, потому что многое, во-первых, зависит от наших ощущений. И тем более, следует избегать всего-то противоестественных желаний, и тогда у нас не будет никакого зла. Зло не просто легко перенести, его легко избежать. Простите. Так, продолжаем. Теперь переходим к стоицизму. Периодизация. Возникает в IV веке до н.э. Этапы развития. Древнее стоя, среднее стоя, позднее стоя. Выдающиеся представители. К древней стое относятся такие выдающиеся представители. Зенон Китийский. Основатель и еще один Зенон в копилку. В общем-то, очень много Зенонов, но этот очень важный. Основатель стоицизма. Его ученик Клианф, Хрисип из Сол, Зенон Тарский, еще один Зенон, Диоген Вавилонский, Антипатор из Тарса. Среднее стоя. Панетий Радосский, Посейдоний, очень важный, Орхидем и многие другие. Позднее стоя. Синека, Эпиктет, Марк Аврелий, Мусоний Руф и тоже многие другие. Оправка. Разделяю философию на три части. Они разделяли философию на три части. Физика, Логика и Этика. У пикурейцев, кстати, тоже самое. Логику представляли в образе ограды. Физику в образе дерева. А Этику плодов. Вероятно, впоследствии Картезий, Ну, то есть Декарт, Заимствовали этот образ у стойков. Метафизика и физика. Здесь я просто их обычно сливаю. Метафизика и физика. Потому что в некоторых случаях Метафизика и физика просто неотличимы друг от друга. Поэтому приходится их как-то Описывать вместе. Стойки думали, Что мир это живой организм, Управляемый логосом. Судьба человека, Следствие из этого логоса, А потому она неизменна. Стойкам свойственен детерминизм. Все, что существует, состоит из материи. Вопрос лишь в тонкости этой материи. Также стойки заимствуют идеей Гераклита. О всесожжении космоса. Весь мир сгорает, А после возрождается из пламени. Логос и материя тесно связаны. Логика. А логика представляла собой Синтез риторики и диалектики. Если я не ошибаюсь, Также стойки разрабатывали Силогизм и различные логические построения. Ну, в общем, да. Этика. Человек должен жить согласно С природой и собственной судьбой. Того, кто будет сопротивляться судьбе, Та потащит за волосы в итоге. И все равно приведет тому же результату, Которому должна была. Есть четыре аффекта. Удовольствие, отвращение, вожделение и страх. Всего этого следует избегать. Предпочтения стойки отдавали вещам, Связанным с природой. Чем они похожи на кинников, по многому. Но при этом они были жесткими детерминистами. Одни из самых жестких детерминистов За всю историю человечества, В общем-то, это Непосредственно сами Стойки. Однажды, Однажды, есть такой анекдот философский тоже. Философские анекдоты, это не смешные штуки. Это истории из Древней Греции. Диоген Лаерций передает нам множество анекдотов про Древних Греков. Так вот, Однажды Раб Украл Украл Зенона Китийского. Зенон Китийский его поймал и решил наказать. Араб ему говорит, слушай, ну по твоему же учению, если я это украл, значит я должен был это своровать. Но все же происходит с необходимостью, значит. Все происходит, ну, связано. Все связано. Зенон. А Зенон ему отвечает, да, я тебя поэтому и должен наказать. Это тоже как бы детерминистично обусловлено. Как бы, да, я тебя должен доказать, потому что так и должно было произойти. Ты украл, ты получил наказание. Все нормально. Неопифагоризм. Тоже, кстати, вот это учение очень часто обходит стороной, когда разбирают различные философские учения Греции. Но мы с вами сейчас этим займемся. Периодизация. Вау, первый век до нашей эры. И просвещал неопифагоризм до третьего века до нашей эры. Кстати, не часто встречаются такие учения, которые возникли после четвертого века до нашей эры. Это шутка, конечно. Этапы развития. Ну, неопифагоризм просто существовал, так скажем, без этапов развития. Было множество мыслителей. Выдающиеся мыслители. Аполлоний, Тианский, Евдор, Тросил, Плутарх-Керонейский, Мадерат, Никамах, Теон, Нумений. Наверное, стоит выделить Плутарха и Нумени. Ну, они на слуху, по крайней мере. Метапизика. Категории неопифагоризма. Единое многое, Манада-Диада. Тождество, различия, четное и нечетное, точка, линия, плоскость тела. Ну, в общем-то, очень эпифагоризм. Это все похоже изначально, да. А, правда, Евдор и Мадерат помещали единое выше Манады-Диады. Мадерат рассматривал единое Трояка как сверхбытийное начало, как область идей парадигмы, как душу, которая причастна первым двум. Кстати, 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 да, заметьте, что в едином есть некая уже тройственность, и это нам тоже пригодится в последующем. У Никамаха первый бог Манада является Димиургом. Димиург рождает Диаду. Ум же предстает как принцип бытия и познания всех вещей, но Мений из Апамеи проводил различия между первым богом, то есть бог-отец или бог-ум, и вторым богом, ну, то есть создателем. Этика, преимущественно, аскетизм и катарсис. Неопифагоризм, своеобразная эклектика многих учений, включая платонизм, перипатетизм и, конечно же, эпифагоризм. Неопифагоризм заложил фундамент для грядущей метафизики неоплатонизма и, как следствие, христианства в том числе. Это учение очень важное в становлении европейской философии. Впрочем, оно чаще всего очень плохо представляется, к сожалению. Я здесь тоже очень плохо его представил, потому что сам не являюсь специалистом в данной области. Ну, вы о нем теперь хотя бы слышали. И слышали о том, что о различных категориях единое, многое, монадо, диада, торжество, различие и так далее. А вот и самое, самое-самое необычное учение, которое было создано в Древней Греции. Одно из самых сложных и многообразных. Самая многообразная школа. Вот какие-то у нас многочисленные здесь виды, представленные этой школы. периодизация. Неоплатонизм возник в третьем веке нашей эры. Нашей эры. После уже написания Библии, в общем, после мучения Христа, и в том числе после возникновения неопифагоризма и многих других школ. Неоплатонизм возник довольно-таки поздно. У него есть несколько разновидностей. Непосредственно они разделяются по городам. Римский в городе Рим, Сирийский, Пергамский, Афинский в Афинах, Александрийский в Александрии. Вот. Здесь очень много представителей. Если вам это интересно, вы, конечно, можете прочитать весь список представителей, но я лично сломаю язык считать их всех. Давайте выделим основных персонажей, чьи тексты либо дошли до нас, либо, ну, чьи идеи представляют некий большой интерес и я не хочу прочитать полотен. Иногда называется основателем неоплатонизма, но он ученик Аммония Сакаса, чьи идеи до нас в чистом виде тоже не дошли, поэтому, ну, у нас есть тексты Плотина, у нас есть Эниады. Эниады это девятки, так скажем. У меня октограммы, а у Плотина Эниады. И эти Эниады, в общем-то, это громадные тексты, это громадное собрание сочинений, посвященных неопифагоризму. Но Плотин возможно и действительно в некотором роде основатель этого направления. Ну, как минимум, очень значительный его представитель, передовой его представитель, очень важный, крайне важный. Тамоний Сакас, учитель Плотина и Порфирий, ученик Плотина. У Порфирия тексты до сих пор до наших дней тоже дошли, почитать можно, почитайте Порфирия. Кстати, некоторые тексты его не очень длинные. Если хотите, действительно, чем-то ознакомиться у неоплатоников, вот Порфирий очень даже хорошо подойдет. Сирийский неоплатонизм. Основатель вот этого направления, ученик, между прочим, Порфирия и Ямблих. Тоже очень известный, его тексты тоже есть, с ними тоже можно ознакомиться. Перганский неоплатонизм. Здесь у нас очень интересно, основатель, ученик Ямблиха, Эдессий. И второй, очень важный представитель, Юлиан Отступник, император, между прочим. У него очень интересное учение, и мы тоже прочитаем, разберемся с ним немножко. Афинский неоплатонизм. Полутарха, финский основатель. Дамасский, известный персонаж, у него тексты тоже сохранились, почитать можно. Проколдиадох, тоже интересный, тоже есть тексты. Поэтому я, кстати, и выделил, их можно почитать, и даже в переводах на русский их можно почитать, и вы можете прочитать неоплатоников в переводе на русский. Это хорошо. Герми, Александрийский неоплатонизм, одним из главных, в общем-то, его представителей является Герми Александрийский, основатель данной школы. С вступлением закончили. Теперь метафизика, метафизика неоплатонизма. Это все очень сложно. Я, на самом деле, не являюсь специалистом в мистике, я не являюсь специалистом в таких мистических вопросах, поэтому, ну, я, в принципе, в данном случае описание заимствую. За пределами всего лежит начало. Единое. А, из еди... Единое с большой буквы. Обязательно с большой буквы. Это единое. Это супер-единое, как бы. Из единого путем эманации, то есть проистечения, проистечения сверху вниз рождается весь остальной мир. Для многих неоплатоников свойственно простая троичная модель. Единое. Логос, логос, то есть разум. И мировая душа. Уже из мировой души возникает материальный космос, который является низшей ступенью среди всех перечисленных. А материя оказывается темницей души. Душа может зайти к истокам посредством многочисленных духовных практик. Единое непознаваемое. А вот ум уже, кстати, познаваем. Мировая душа пребывает во всем космосе. Единое безразлично. Чаще всего оно не является богом, поскольку оно безлично, да. Оно проистекает из своей переполненности. Эманация. Давайте разберемся с термином эманация, потому что эманация один из основных терминов неоплутонизма. Эманация это нисхождение, проистечение из единого, следствие избыточности бытия, антологический вектор развития мира. Все это сложно звучит, но суть в том, что эманация вот у нас есть громадная, абсолютная, бесконечная, суперская, единая. Из него происходит что-то тоже классное, неплохое, но это уже вторично, оно слабее, но единое, оно настолько наполнено, оно настолько переполнено бытием, в нем столько всего, оно такое колоссальное, что оно может постоянно извергать из себя такие вещи невероятные, вроде вселенского ума логоса, который также является тоже очень таким наполненным, но по сравнению с единым, он конечно маловат, слабоват, так скажем, это ниже, наступение ниже, еще наступение ниже, мировая душа, тоже эманирует уже из логоса, вот эта вот мировая душа, которая производит обычный какой-то наш хреновый космос, с которым мы здесь страдаем, существуем, все-все-все плохо, материя везде, гадкая, вот это вот самое, все-все, сверху от великого единого, там ум, мировая душа и в самом низу вот она материя, гадкая, гадкая, паршивая материя, мы состоим из этой материи, но, но, но есть цель у неоплатоников с помощью экстаза либо каких-нибудь других состояний взобраться обратно к единому, вот так и появляется мистика греческая античная, прекрасная, прекрасная задумка, забраться, в общем, да, если уж мы снизошли с помощью эманации вниз и стали материальными такими существами, почему бы нам не взобраться как бы обратно, а вот неоплатонизм практикует такие вещи, да, он позволяет нам забраться обратно, а теперь давайте разберем некоторые такие более-менее интересные учения, вот то, что мы вот рассмотрели, это такая вот приватная трактовка плотина еще некоторых других неоплатоников, ну, плюс-минус, а теперь Ямблих, Ямблих интересен, очень математичен и, скорее всего, он очень сильно, ну, на него большое влияние произвели труды именно Пифагора, его учение представляет особый интерес, и согласно ему, триада становления, но немножко другая, бытие, жизнь и ум, также есть чистые умы и души, то есть надмировые боги, ниже их располагаются уже боги небесные, небесных богов 12 штук, они управляют 12 сферами, а эти сферы таковые, огонь, вода, земля, воздух, 7 известных на то время в Древней Греции планет и эфир, конечно же, да, конечно же эфир, а как мы могли пропустить эфир, это же полтонизм, а 12 богов делятся на триады, то есть по каждому из 12 богов есть еще три, у каждого, так скажем, три слуги, три манирующие, три существа, которые манируют из них, уже 36 богов, а еще к этим 36 богам мы добавляем 10, и получается 360 богов поднебесных по количеству дней в Древнем Году, да, всего 360 дней было в году, вероятно, и вот 360 богов, таких башков поднебесных и демонов, демонов, вероятно, а не именно демонов, демонов, да, ну вот, также не менее примечательно, но более материалистично, учение Юстиниана, отступника, известного императора, который интерпретировал учение неоплатоников через культ солнца, по его мнению, существует три солнца, мыслимое, мыслящее, чувствующее, чувствующее, это материальное солнце, то, которое мы, вероятно, видим, а высшее солнце, оно слишком недоступно для человека, а солнце, чувствованное у мира, оно материальное, и его не стоит боготворить, поэтому Юриан сосредотачивает все свое внимание на центральном мыслящем солнце и называет его царем солнцем, и ему поклоняется. То есть, очень интересная интерпретация неоплатонизма, даже во многом, наверное, не свойственная самому неоплатонизму, но это действительно очень интересный концерт для Рима. В целом, неоплатонизм содержит в себе множество интересных идей, а также великое многообразие причудливых мистических концепций и практик. Это, безусловно, уникальное и очень большое философское учение, которое несомненно повлияло на историю развития европейского региона. Вот мы и разобрались с основными философскими школами древней Греции. Греческая философия была очень многообразна. Мы с вами проследовали по всем этапам развития греческой философии и коснулись значительной части основных тем. А греческая философия на протяжении нескольких веков своего развития раскрылась в невиданном плюрализме. Наверное, больше разнообразнее взглядов мы не встретим ни в одном из регионов. Но, кстати, да, я попытаюсь провести вас по всем регионам философским, включая Индию, Китай, исламскую философию тоже попробуем захватить. В общем, попробуем все это исследовать, рассмотреть, ознакомиться с этим хотя бы вот так вот поверхностно, а потом уже углубляться дальше можно будет. Когда вы узнаете поверхностно о всех этих теориях, вы сможете уже дальше читать, углубляться, что вам интереснее, что для вас важнее. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо большое за внимание, спасибо, что закончили слушать эту лекцию. Все, прощаюсь восьмикратно с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok